Раки, дорогие мои, привет вам! Пролетела неделя вообще очень быстрая. Давайте с вами сделаем новый прогноз на грядущую неделю. Итак, прогноз для знака зодиака Рак с 16 по 22 ноября. Делаем наш классический расклад из трех карт. У всех какие-то такие интересные прогнозы были до вас. Ой, я уже жду кому-нибудь любви, я не знаю, какой-нибудь подарков. Может, вам повезет. Давайте. Ну нет, подарков не будет. Итак, поехали. У вас старший аркан повешенный. И карты такие говорят о том, что неделя будет непростой, непростой будет эмоционально. У вас могут быть какие-то неприятности, но все не так уж и плохо. Давайте по порядку теперь разберем, что карты означают. Первая карта говорит о том, что будут обстоятельства происходить на грядущей неделе, на которые вы повлиять никак не можете. Планируйте, не планируйте дела. Будет все равно какие-то внешние силы вмешиваться. И вам то ли мешать, то ли наоборот помогать. Вот. Это неизвестно. У каждого может это обыграться по-своему. Но суть в том, что все может идти не по плану. Но значит ли это, что не нужно ничего делать? Конечно, нет. Под лежачий камень вода не течет. И сейчас это время не исключение. Вы можете планировать любые дела, но сейчас вам нужно будет отнестись очень философски ко всему, что будет происходить. То есть если вы увидите, что все, что вы там, ну, там, вы себе запланировали какие-то, да, мероприятия, там, связанные с работой, или с вашей семьей, или с друзьями, какие-то встречи, там, неважно вообще по каким. Вот именно у вас, именно у вас, у предыдущих знаков, я сказала, у кого что, у вас это может касаться любой сферы, абсолютно. Вот что-то там запланировали. Если вы видите, что ветер попутный, и вам все благоволит, все прям вас подталкивает, вам помогает, все окей, хорошо, с благодарностью принимайте это и живите дальше. Ну, а если вы увидите, что встречи отменяются, проекты срываются, что-то переносится, вовремя не заплатили, собралась уже выходить из дома, подружка позвонила, сказала, не приедет или опоздает, поехали там к родственникам, там что-то там произошло не то, где-то куда-то едете, опаздываете, попали в пробку. Ну, все что угодно, какие-то штуки. В этот момент, как только негативная эмоция подходит к вам, чтобы вас вами овладеть, вы должны успокоиться и философски себе это чем-то объяснить. Например, если вы куда-то едете, но стоите в пробке, задерживаетесь, вспоминайте те самые истории, когда люди, например, там где-то опаздывали на самолет, и самолет разбивался, да, или там попадали в пробку и не попадали в аварию, или, например, там, ну, вы не пошли куда-то, и в итоге, может быть, от чего-то это уберегло. Не нужно, конечно, каждой там мимолетной ситуации придумывать какие-то там страшилки катастрофические, нет, но я вам просто накидываю варианты, да, как бы, если что-то отменяется, наоборот, вас Господь хранит. Нет, это вам не, это вам в любом случае во благо, это не для того, чтобы вам там навредить и вам помешать. Нет, сейчас, если будет что-то идти не по плану, так положено, это свыше послано. Точно так же, если вы там должны были выйти на какую-то работу, но так случилось, вам, ну, там, вы на неё не вышли, или опять отложилось на неделю позже, или вы должны были прийти на собеседование на финальное, там, с директором, да, после которого вы вышли уже на свой первый рабочий день, но там он, директор откуда-нибудь там не вернулся, или заболел, или не пришёл, или перенёс, и вот вы из этого нервничаете. Нет, помните, всё вам во благо. Всё, что вам нужно получить будет, вы получите, всё, что вам не нужно будет получить, вы не сможете этого силы взять. Что вам карта, карта совета, о чём она говорит? Сейчас, на этой неделе, вот, как бы всё, о чём я вам говорила, я это вела к чему? К тому, что вы, единственная ваша неприятность на этой неделе, которая будет, это ваш характер, который может, ну, как, стереотипное мышление, вот это, да, когда что-то там не удаётся у вас, а вы начинаете винить в этом кого-то, излишне нервничать, вот таксист-идиот, там, я не знаю, там, ну, именно ваша ментальная, вот эта, ментальная мастурбация, она может расшатывать негативные слои мышления. Всё, всё, здесь нет, здесь нет объективного, объективной причины нервничать, объективной причины кого-то винить, с кем-то ссориться. Это просто вас будет что-то бесить. Всё, вы будете просто из-за чего-то раздражаться, и это будет влиять как на ваше самочувствие естественным образом, как и на ваше отношение с кем-то, например, вас там таксист выбесил, вы домой пришли, нам уже сорвались, да, например, или там на работе что-то пошло не так, вы там кому-то что-то высказали, или там, если вы учитель, вас там директор школы поругал, вы пошли на детей, сорвались, вылили, да, там негатив условно, вот, или там на работе, на любой работе, вы пришли домой, принесли там это, сорвались там на них, или у вас нет привычки, например, сорваться на людей, но вы в себе вот это копите, нервничаете, злитесь там, зубами скрипите по ночам, вот, это единственное, что будет. Если вы, если, как я вам посоветовала, вы будете философски к этому относиться, говорить, раз так вышло, значит, так должно быть, это к лучшему, всё, у вас не будет вот этого вот. Но если вы, если вы будете продолжить там свои нервы трепать, вы вот, ну, понятно, да, объяснила, и финальная карта, о чём она говорит, о том, что от вас зависят, только лишь от вас, как вы будете принимать ситуацию, которая с вами произойдёт, или ситуации, ну, как правило, это одна какая-то, вот за всю неделю у вас, может быть, одна такая будет, и то ли вы себя накрутите до такой степени, что вы ещё будете долго нервничать по этому поводу, либо вы спокойно её отпустите, и, может быть, даже и не заметите каких-то негативных переживаний на этот счёт. Поэтому всё в ваших руках, от вас зависит. Вот. Послушали это видео, приняли рекомендацию к сведению, да, сделали так, всё, негатива у вас больше никакого нет. Пройдёт время, и ситуация разрешится сама собой, то, что должно быть, оно произойдёт, но чуть позже. Сейчас не время, не готовы вы, не готовы другие люди, не созрел проект, не ещё, как яблоко должно созреть, да, чтобы упасть с дерева. Ещё не созрело что-то или кто-то, в зависимости от той ситуации, которая у вас на повестке дня. Вот. Всё. Вот такой вам прогноз, дорогие мои раки. Благодарю вас за внимание, и до встречи через неделю, в следующее воскресенье. Всем пока!